Дорожные стройки В целом, да, действительно объектов достаточно много, объем финансирования серьезный и хочется сказать о том, что мы в рамках следующего бюджетного цикла неделю назад защищали адресную инвестиционную программу у губернатора и он поддержал все наши объекты и все объекты сохранены, то есть строительство продолжается. Из крупных объектов, которые хотелось бы выделить, обход города Чусового 2,2 миллиарда, в этом году мы запускаем там движение и это как бы решается две вещи. Первое, это безусловно, мы убираем транзит из Чусового и люди давно это ждут в Чусовом. Второе, это прямой ход не только на Свердловскую область, но и на Хантамансийск. Это сокращает время в пути на 120 километров, поэтому, собственно говоря, эта дорога нужна. Но этот объект тянется тоже, да, как бы не первый год, я помню, что... Там 30-го перехода, там пойменная часть, там достаточно сложная геология, да, поэтому объект достаточно долго и делается. Объект, который продолжаем делать, это Березники-Соликамск, четырехполосное движение с освещением. В 23-м году мы планируем сдать. Параллельно ведем работы сейчас на трех участках и еще два участка у нас проектируются до конца текущего года. Восточный обход 5,7 километра. Фактически движение запущено по четырем полосам движения. Работает наружное освещение. 15 августа подрядчики должны полностью уйти с объекта. Вот. И это, таким образом, еще один объект будет сдан. Шоссе космонавтов заканчиваем. Взяли на себя повышенные обязательства, помимо спрямления на развязках, которые там были, от въезда в Пермь с аэропорта, еще Савинскую развязку мы делаем, приводим в порядок в этом году и уже тоже полностью уходим с объекта. Улица Строителей, безусловно. Четыре этапа. Первый этап от Барамзиной до Вишерской. Сейчас он в работе. Большой объем изъятия земельные участки, имущественный комплекс. Большой объем по переносу сетей. Плюс в ходе производства, разработки, мы нашли загрязненные грунты криозотом. Пришлось вплоть до того, что остановить работу и, собственно говоря, еще раз проверять геологию, отбирать пробы, уточнять класс опасности, паспорта опасных отходов получать. Эти вопросы сейчас решены, включая вопросы изъятия. И сейчас подрядчик развернул уже работы. Ну, сколько я понимаю, по улице Строителей, там и правовые, в том числе, да, ведь еще вопросы решаются, как вы говорите, с изъятием участков. Опять-таки, это история в арбитраже с товарным двором, с выкупом. Там прокуратура пытается оспорить. Товарный двор, это касается уже третьего пускового, от Папанинцев до Локомотивной. Да, прокуратура подала иск, она оспаривает стоимость выкупа товарного двора. Ну и способ, каким образом это было сделано. Ну, на сегодняшний день первая инстанция и пока суд перенесен. Пока это не влияет на первый этап? Считаем, что да, оценка стоимости товарного двора была сделана корректно. Делала торгово-промышленная палата, то есть не какая-то контора там с улицы. Более того, после того, как была выполнена оценка, еще была проведена экспертиза этой работы с саморегулирующей организацией в Екатеринбурге. Поэтому все документы есть, они представлены. Ну да, за этим процессом следим, это такая уже сторонняя история. Улица Строителей, она действительно станет вот такой альтернативой третьему мосту, как изначально, когда говорилось об этом, куда три назад, что ли, звучала вот почему-то такая формулировка. Безусловно, она большинство проблем, которые сегодня есть на коммунальном мосту, на въезде в город, она решит. Будет загружен и Красавинский мост, и первый этап улицы Строителей. И, собственно говоря, когда улица Строителей будет построена, кстати говоря, она сама по себе не будет работать. Нужна еще радиальная связь в центре. Это параллельно у нас проектируется тоннель на Вишерской с расширением до четырех полос движения с выходом на улицу Дзержинскую и дальше на Акулова. Далее еще один дополнительный тоннель проектируется на створе Углеуральской. Это еще дополнительная связь для общественного транспорта. Третье, собственно говоря, въезд основной с локомотивной, как мы сейчас ездим. Четвертое, переход Крисаново, то есть Скорпинского пересечения. И там сейчас город проектирует переход Крисаново от шоссе космонавтов до Пушкина. Это правильно понимаем, что все-таки вопрос третьего моста он отодвинут подальше? Нет, мы ведем работы по поручению губернатора, мы вместе с городом сейчас готовим техническое задание на технико-экономическое обоснование. То есть, собственно, надо посмотреть, сам по себе мост без подходов, он бессмысленен. То есть стоимость и возможные точки. Конечно, конечно. Один раз оценить, где поедет сестло. Восточный обход Перми. Четыре полосы появилось. Даже сам лично ездил. Но проблему там, например, на Часовском мосту, естественно, там это не решило. То есть здесь завязаны на федеральных строителях. Там работает конституционное соглашение, которое было в 2017 году еще подписано. После этого была корректировка проектно-сметной документации, как по линейной части, так и по самому мосту, мостовому переходу. Сейчас прошли главгосэкспертизу, поменено руководство у подрядчика, у генерального подрядчика. И сменился собственник в конституционной кампании. Плюс, собственно говоря, мы сделали определенные выводы. И сейчас подрядчик увеличивает мощности как по технике, так и по людям. Пока примерные сроки мы можем. В 23-й год. Все-таки он остается. В 23-й год. По восточному обходу там еще на части пересечения со Старцево меняют какое-то асфальтовое покрытие. Насколько я понимаю, какой-то сверху слой износа. То есть небольшая там работа еще ведется. По Старцево? На восточный обход. Да. Выезд Садового. Получается, там меняют верхнее покрытие асфальтовое. Это какие-то текущие работы по обслуживанию. Это город. Городская администрация. Когда вы говорили про обход Чусового, этот объект безусловно важный. Северный обход еще в Перми. На какой стадии сейчас проект? Потому что там тоже история и с изъятием участков была, и с возможным определением, где он конкретно будет проходить. Вопросы, которые были связаны с изъятием, они касались северного железнодорожного обхода. На сегодняшний день створ по железнодорожному мосту, он изменен. И сейчас таких вопросов нет. Когда, собственно говоря, створ пройдет дороги по каким-то земельным участкам, садовым или приусадебным участкам. То есть сейчас мы этот вопрос уже решили. Что касается автомобильного обхода, собственно, он проектируется. Гипрострой мост. Питерский, это проектная организация, мощнейшая организация в России, она проектирует. И до конца этого года мы получим проектно-сметную документацию. Ну и сам по себе обход северный, это перспектива. Мы смотрим немножко вперед. Более 50 километров протяженность участка. Достаточно финансово емкий объект будет, безусловно. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального центра. И рассматриваем возможность концессии еще одной. Отлично. Если будут здесь новости, с удовольствием обсудим в студии. Героев Хасана, что сейчас с этим объектом? Потому что, наверное, для Перми это все-таки был самый проблемный объект. Больше всего сообщений было жителей о нем. Не так давно запустили движение на Липовой горе. Ну и, собственно, сейчас город решает вместе с нами. Мы участвуем в финансировании 25 на 75. 75% средств вкладывает региональный дорожный фонд. Это последний участок от Хлебозаводской до Васильева. В этом году коллеги нам обещают запустить движение. А сдача полностью объекта будет уже на следующий год. То есть осенью, я думаю, что где-то к ноябрю месяца должно быть открыто движение. А потом уже все остальные благоустройства. Здесь объекта, она та же самая. Много сетей, причем сети непростые, они магистральные. И вот эти вопросы, они, конечно, затягивают строительство. Под этот даже отдельный аукцион вы объявляли, насколько я понимаю. Администрация города объявляла, да. Но на самом деле это, скажем, частичка, наверное, тех сетей. Основной объем сидит в основном контракте. Это и газовые, и электрические, и тепловые сети. Водоснабжение, водоотведение. Плюс этот участок получит, наконец, ливневую канализацию, которой не было. И там постоянно были лужи. И из-за этого не только неудобства, собственно говоря, были, но и разрушалось. По этому объекту ждем ноябрь. Все, я думаю, все перемяки надеются. Последний такой у меня вопрос глобальный. Вот строительный сезон все-таки, мы уже видим, вот август на пороге, заканчивается. Успевают ли в стройках что-то будет переноситься, возможно, уже сейчас? Те планы, которые мы заявляли, они будут в основном исполнены. Больших рисков все-таки нету. Срыва сезона. Подрядчики работают. Мы по крупным говорим стройкам. Я там мелкие в муниципалитетах не затрагиваю. Я сейчас по крупным. Безусловно, да. То есть все крупные стройки и в части проектирования у нас серьезные проектные институты. Мы собрали не только, собственно, свои силы. И наш институт, но это ведущие институты страны работают на нас. То есть они должны, они уложатся в те сроки, которые запланированы. Отлично. Спасибо. Николай Борисович Уханов, наш студия, министр транспорта Пермского края. Мы поговорили про топ самых крупных строек, которые сейчас ведутся в дорожной отрасли. Продолжение следует...